здравствуйте с вами фитотерапевт и феменка наталья юрьевна я продолжаю серию зеленая аптека я стою возле кустарника известному многие его знают многие увидели это карагана древовидная древовидная полу такой древесневший кустарник то есть не дерево и почему карагана так-то народное название желтая акация вот они желтые листочки действительно похожи на цветочки белой акации известного дерева ну это такая вот вариант народного названия желтая акация и собственно говоря хороший медонос и поэтому весь мед с горного алтая которые говорят что это акация это вот именно с этого кустарника почему карагана кара черный вот вроде листочки и цветочки листочки зелененькие цветочки желтенькие это название туркменская именно вот в этих зарослях любят селиться черные лисицы вот каракара черные но черные лисицы а ну естественно они образуют такие плотные заросли что внутри можно организовать дом не для одной лисицы для нескольких чем хорош данный кустарник в листьях очень много аскорбиновой кислоты кора содержит большое количество тоже аскорбиновой кислоты каротин это достаточно известное народное средство при гипертонических болезнях при атеросклерозе его пьют вместе вот листочки кору вместе со шлемником байкальским и именно с пустырником ну вот такое хорошее сочетание весь есть и скорее также наличествует сердечные гликозиты чем я вас уловлено его действия при атеросклерозе мне больше всего нравится употребление вот этих вот желтеньких цветочков которые такие метки естественно большое количество нектара и вот эти цветочки при засушивании они сохраняют приятный желтый цвет сохраняют такой сахаристый привкус при заваривании и в чаях они очень хорошо играют но здесь она приносит пользу так как флавоноиды никуда отсюда не делись вот они здесь находятся и любое растение желтыми цветами так скажем не любое а многие растения желтыми цветами хорошо помогают при заболеваниях печени ну собственно что и отразилось в рецептах народных также настои вот сухих листьев и коры этого кустарника применяют и при заболеваниях печени